так друзья всем привет у меня на канале александр маляр кто-то у меня просил снять видео как я буду снимать головку вот я вчера снял все так здесь у меня все вроде так то нормально но надо зачистить еще буду зачищать такая штука все поснимал ничего страшного нету самому все делать можно так пока это дело закрою потому что я этим пока не занимаюсь еще делать не дошло до этого надо подготовить саму голову так не упасть вот такие дела но вот сама головка я ее свозил на шлифовку так и вот чё я как бы вот для себя беру вот она вроде этот не наводится видите она вот все гладенькая 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 это со станка вот я провел карандашом то есть по стогой вот у у меня по стога армейская резкость не наводится ну чтобы было видно вам сейчас я покажу я хочу сейчас шлифануть еще вот таким кружком это войлок купил он так участке резкость у меня найдется смотрите какие полосы вроде из постам из-под станка микротрещины получится вот и друзья еще поехал в одну сервис в один сказали 2 800 шлифовка тысячу помыть и 3 200 испытать ее на компрессию ну чтоб на невидимые микротрещины вот я говорю а чё так за помывку зачем никогда не брали ну короче начали мне там втирать что в станок в станке жидкость замкнутая она там капец как ходит я грунт если есть станок есть фильтра начать чем а мыть его первых я помыл ее все приготовил он ведь и все соля рачкой отмылся чистенько все ручком и тут даже он завернул в белый эти все чистенько все отмыл тут приготовил вот так блин это же станок а вдруг эта вся грязь попадет короче начали разводить вот микротрещина вдруг будет а вдруг это будет вдруг короче давай 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 короче к десятке денег поехал другому позвонил меня и саши приезжай но проблем а еще вот эту снять тут был на этот термостат снять его 100 рублей потом там вертыши были снять еще денежку короче понемножку понемножку на десятку короче слушай ребят давайте я поеду сделаю все это самый приеду естественная больше туда не поехал а а поехал в другую созвонился приехал две с половиной не надо было ничего снимать но я снял думаешь мне чтобы лица неудобно было две с половиной но проблем и не заморачивался что ее надо мыть там еще что-то делать блин в общем вот так он шлифанул я нормальненько сейчас еще просто пройдусь я вчера не вытер ее она немножко вот покрылась какой-то фигней но хочу естественно я все каналы вот масляный поролоном закрыл потом вот это водяные все но это которые где болты я не стал закрывать не сквозные их не обязательно вот и что у меня было было с ним мы посоветовались с фрезеровщиком я взял вот это новая прокладка вот две старых и не старых у всех прогорела вот здесь это и это прокладка середине но тут тут прогорела а тут еще начинала только когда мы замерили то у нее было вот так короче кора мыслом была вся головка он и тут не помню сколько короче он там сотые какие-то снимал то есть в края подвел под середину все выровнял ее вот и пришли к одному мнению что это с завода так было потому что некоторые парни тоже я вам мне звонили тоже у них прогорает прокладка мучаются но не мучаются как бы было у них тоже дело такое они тоже возили шлифовать сделали и все это прошло так что кто-то заморачивается если воздух пошел в радиатор то есть снимите шлифаните головку оставьте новую прокладку ну естественно сюда подберите под масляные но колечко подберите что было где она у меня я тут в общем резиновое колечко конеч а вот простое колечко вот резиновая соленчик не сальничек подберите допустим она лежит прокладку просто сюда тоненькой чтоб чуть-чуть торчало прокладка если вот это полтора миллиметра то сделайте два миллиметра колечко ну и чтобы запасиком чтобы она вот так разошлось но когда придавится чтобы разошлось еще и ничего не будет пошли маясь я вам даже вот эту ставил продавила с одной стороны другой стороны неровно это я ее не ровно как положил видимо это если ничего масло нигде не бежала ну принципе это и может хватит до должно хватать и этой но я на всякий случай такую резиночку кладу чтобы не заморачиваться такие друзья то есть если что откладывайте потому что я знаю что не помнишь прокладки то есть вот эти две прокладки я уже повешу они будут у меня висеть конечно мусора много от этого что она висит там мешается но зато потом на память уже все равно не помнишь что и где прогорелой уже будет зондирована вам на будущее когда будет следующую прокладку брать что делать со следующей так 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 прокладки так и мы их положим 5 на стену повешаем пусть висят есть пить не просят так что касается гаража я его почистил но так и погрузчик и не загнал ребят погрузчик надо вот этот металлолом вот этот попросил парень ему сережа я поделился с ним немножко немножко поделюсь как бы чем вот это тоже металлолом тоже выкинуть но надо прежде чем его выкинуть надо сделать погрузчик чтобы погрузить в этот телегу там весь металлолом и отвести на металлолом чтобы здесь не мешалось и собрать что не нужно тут у меня кидал металлолом тут еще тут перебирать буду еще сколько-то вылезет вот санек пока я аккумуляторы не ставил санек стоит у меня санек стоит вот и пионерчик у меня вот стоит подогнал его поближе тут у соседа тёмки на днях аккумуляторы сбондели так что я сейчас ночами битью так сказать время мы знаем когда они шарятся что я тут битью камер наставили с попрятали камеры видеонаблюдения вот так он у меня стоит сейчас все ходят фотографируются с ним мимо кто выходит ветер мешает вот так они выглядят два разных цвета так прикольно смотрится пока не до проводов проводку хотел делать погрузчик загнал он за задрал под крышу как чтобы ходить свободнее было вот ничего страшного нету разобрать собрать во всяком случае для меня ничего это сложного даже дороге он у меня побежал радиатор отлетела ухо ну что делать залез вот сюда нашел полазил вокруг вернее погрузчика нашел болт на одном болту можно доехать сейчас буду доделывать открутил его перевернул намазал силиконом в магазине еще и приехал домой из командировки из леса то есть ничего страшного нету можно работать и так сейчас побольше возьму только диаметр домой приехал больше чтобы головка базис на 14 на 17 возьму чтобы головка была болта и сюда обратно закручу все вот так выход из положения можно найти в любом случае так ну и что касается 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 ремонта сейчас я тогда продолжу сейчас все собирать шлифану ну что нибудь еще может быть покажу так вот тут у меня такая съемочная площадка с салфи палку примотал так что сейчас будет съемка дальше так ну вот я вроде настроил сейчас мы так ну вот я знаю так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, всех я нюансов не уберу Но кое-что уже получается Сейчас попробую приблизить Зеркало плохо, резкость наводится Вот как-то так Ну и поскольку у меня некоторые болты Не входят Вот тут, видите, здесь пол, видите, застрял То есть я их сейчас Просто вручную проработаю, чтобы Они могли спокойно входить Некоторые прикипели И потом ВДшкой я их помою сначала, болты, они у меня Вон какие ржавые Вот их помою в солярке Обмакну В тормозной жидкости И потом буду закручивать уже Вот такие дела А еще, друзья, можно сделать Вот как я, допустим, ленивый Вот берется электрод простой Вот так загибается Берется кусок наждачки Сделайте вот это место, как пружиночку делаете Вот так Отгибаете, хоп Сюда раз ее Так, и вот так закручиваете Закручиваете, закручиваете Так вот Одеваете перчаточку обязательно Берете вот такую дрель Кому лень Шму рыгать Все, дырочки Отверстия Великолепно Чистится Так что имейте ввиду А я пошел работать Конечно, она вот забивается Видите, грязи сколько на ней Вот И берем вот так Следующую Отрываем Грязь И все И она опять в деле Кому-то Если понравилось Ставьте лайки Идем дальше Так, друзья Неожиданно села батарейка Но, чтобы не терять время Берем вот такую стамесочку По дереву Наточим ее Хорошенечко Чтобы не было задубленного Можно это, кто ленивый, сделать на болгарочке Но я сегодня Пополам И ленивый И не ленивый Вот Чтобы не терять времени Сделаем Вот так вот Уберем старые прокладочки Подготовим сейчас Блин, а Ну ладно Шпилька не выкручивается Приходится Немножко помучиться У кого-то, может, есть свои способы Конечно Кто-то круче делает И каждый по-своему считает Что у него круче Так что Вы всегда круче меня Это вам Это вам лайк Так Вот Так вот Ну и соответственно Другие места Кто-то Скажет Может быть Лучше есть метод У кого-то Ну вот Одеваем очки Потому что я работаю так Что опять Летит все Глаза летят Так что Смотрите аккуратнее Чтобы не попало никому Глаза Это не то, что я там Плохо вижу Допустим Ну стесняюсь, конечно, сказать Но уже Глаза подводят Ну и летит Смотрите Как стружка Прям Чтобы глаза не попало Конечно Я вот это все Сейчас подготовлю А потом Все отверстия Где наждачкой Пройду еще В общем Сделаю А потом Я только вытащу Вот эти вот Все масляные Канальчики Где я закрыл Вытащу Протрую ее всю Продую А потом достану Чтоб туда Не попала пыль А пока Я работаю Прикипели Это выпускные Прикипели Нет, обманываю Впускные Впускные Вовнутрь Которые выпускают Впускной коллектор Прикипело Ну вот Сейчас Я думаю Что у меня Из-за термостата Все это было Дело Но Сильно Думаю Не нагрело Потому что Все у меня тут Как бы Очень хорошо Продую Сделаю нормально Пока я работаю Ну что Я зачистил Есть в магазине Вот такие вот Губки поролоновые Здесь наждачная бумага Приклеена с обеих сторон Можно после этого Но она Где-то Прижимает И везде Прижимает Можно Сделать Вот такой Брусочек Просто Ровненький Брусочек Такой Ровненький Берешь Так Хоп Хоп Нормально Держится Площадка Ровная И Сразу Будет Видно Где у тебя Прилегает Места Где Соприкасается А где нет И более-менее Подровняете Площадочку Как бы Вот Эти штуки Сейчас Они продаются То есть В магазине Можно зажать А можно Просто Не ездить в магазин А взять Вот такую Шнягу Естественно Сильно крупную Не берите Потому что Она здесь Наделает царапин Очень много Вот Но это Впускной коллектор Как бы Ой Тут не Можно Прижать С герметиком Прокладочку Как бы Это Не сильно Важно Но Старайтесь Чтобы Это Было Поменьше Сечение У нее Если От поролоновой Это будет Все Блестеть то от ровной площадки видите где то есть где погрязнее там значит уже яминка ну суть дела что здесь будет коллекторы будет прокладки обязательно буду еще коллектор сам тоже также почистить выровнять прокладочки будут они играют роль свою прижимную чтобы они все одинаково прижались будет красивенько самому приятно потом ставить ну и остальные запчасти тоже также убрали старые прокладочки и так же это же наждаточкой прошлись и и сразу видно видите я будет плотно прилегать а где-то уже не будет она прилегать то есть если ровно пройдет что можно даже без прокладки на герметик просто садить но если есть вот такие места соответственно надо уже прокладку ставить чтобы она все эти места придавила вот такое дело но сейчас естественно поскольку ловчик мне подарил целых два комплекта на погрузчик я думаю посмотреть здесь и для 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 подобрать тут такого я не вижу на помпы даже интезовская есть в этом комплекте я не вижу похожей закладочки давайте этот комплект откроем здесь такого нет идем раз у нас прокладки нету значит мы чё делаем с вами изобретаем колесо колесо время засекли так видите как у русских получается шарик где русский дел он его потерял надавливаем сначала на прокладках можно делать вот эти отверстия поскольку большие потом разрываются короче делаешь когда большой сделаешь а потом маленький и он разрывает так так вот 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 Опа-ля Еще делаем красиво, чтобы было так Раз, закруглили Опа-ля Так, это меня бабушка будет потом ругать Ладно, я потом приберусь Так вот, закруглили Так вот, опа, види красиво как Так, пердыряю Не видно Вот это место Вот она Пусть она не ровненькая там, допустим Но она вот так, раз Закладочка готова Время засекали Вот, продолжим дальше Так Так Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин